МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Дом движется, дело не движется. У нас, значит, футбол начался, вот это все проблемы начались. А сейчас у нас выбор на носу, ну все, и денег нет. А у города никогда денег нет, не будет. Аварийная с 2013 года девятиэтажка на улице Полбина держится из последних сил. Сурскому 466 лет. Деньги будут выделены на прокладку и устройство здесь велосипедных специальных дорожек. Для того, чтобы в самом рабочем поселке Сурское многие из вас могли заниматься этим замечательным видом досуга и отдыха. 50 миллионов выделено на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Сурского района. Кино без барьеров. Наши инвалиды очень рады ходить сюда. Здесь очень гостеприимно. И, во-первых, что эти фильмы им придают мужество, силу воли и силу духа. Потому что эти фильмы именно о нас, об инвалидах. В «Люмьере» и «Современники» покажут 16 короткометражек о людях с ограниченными возможностями здоровья. Если рухнет и всех засыпет, выйдет дешевле, говорят жители дома по улице Полбина о своем недорасселении. Девятиэтажка, оцепленная по периметру с тяжками, признана аварийной с 2013 года. В 2014-м жизнь в постоянном страхе для ее обитателей должна была закончиться счастливым финалом – расселением. Соответствующее решение, подписанное администрацией города, до сих пор хранится у старшего по дому. Почему не движется дело, пока движется дом? И почему сдвигается срок расселения? В истории сравнимый с завязкой фильма «Дурак» разбирался наш корреспондент. Слово Евгению Луковкину. Чиновники говорят, что у нас дом еще может простоять долгий и счастливый. Ну, тогда помашем их наручкой. Привет! Четыре года, как на этом месте, должен быть или пустырь, или новый дом, или что-то еще. Все, что угодно, только не эта девятиэтажка. И это не прихоть какого-то бизнесмена, позарившегося на землю, а желание жителей и официальное решение, предписывающее существующее положение дел, разрешить как можно скорее. Эти стяжки находятся на доме номер 26 по улице Полбина практически с момента его строительства. А вот эти маячки с 2013 года, когда дом капитально треснул. С того самого времени специальная комиссия постановила, строение необходимо расселить. Расселено 10 квартир, 44 еще обитаемые. Местные жители грустно шутят. Конечно, нашей городской власти проще дождаться, когда дом рухнет. Тогда всем родственникам жертв выплатят по одному миллиону. Это явно дешевле, чем покупать каждой семье новую отдельную квартиру. Ужас, когда пришлось в ночь выбегать на мороз, потому что дом задрожал и пошел трещинами, сменился на радость от того, что скоро придет избавление. Но битва за расселение только начиналась. Внезапно оказалось, что постановление, подписанное одними чиновниками, другие чиновники выполнить не в силах. С тех пор 26-е на Полбина стал настоящим полигоном для отработки обещаний. А мы мучаемся, страдаем до сих пор. И нас кидают. Деньги выделили. Бах, куда-то сунули их. Опять что-то такое. И опять. Один приходит, гвоздик пришел, обещал. Каленков что-то там это... Ой. Средства в бюджет, которые можно было бы направить на расселение, приходится буквально продавливать, говорят местные жители. Несколько квартир уже пустые. По плану, выселение должно было начаться с девятого этажа, с блокированием доступа в нежилые секции. По факту, кто по бойче, довел дело до суда. Выиграли процесс, расселились. Обращались вот сюда, в прокуратуру. Это и поэтому... Вот 10 человек в суд обращали. 10 квартир выселили. Вот и все. Вот срочное расселение. Срочное расселение по Ульяновске затянулось на 4 года. Бомбардировка письмами всех инстанций со стороны жителей продолжается. В ответ из кабинетов управленцев прибывают реляции. Суть их сводится к следующему. Денег нет, ждите 2021 года. Причины все время разные, говорят люди. Итог предсказуем. У нас, значит, футбол начался, вот это все проблемы начались. А сейчас у нас выбор на носу. Мы все... И денег нет. А у города никогда денег нет, и не будет. В городской администрации нас заверили. Все в курсе проблемы. Но пока что не готовы дать ответ, что происходит и когда эпопея с 26-м домом на Полбино закончится. Понятно, что ни в одной администрации никто на самом деле не хочет жертв. Но время идет, а дом стоит. Пока стоит. Евгений Луковкин, Станислав Морозов, репортер 73. 466 лет отметил накануне рабочий поселок Сурское. День рождения – лучший повод для подарков. А что может быть лучше преображения? В этом году на благоустройство поселка областной бюджет потратят 50 миллионов рублей. В том числе и на эти средства здесь обновят Центральный парк культуры и отдыха. Что еще изменится в жизни сурчан, расскажем далее. Проект формирования комфортной городской среды уже давно вышел за пределы Ульяновска и постепенно захватывает муниципальное образование. Например, здесь, в Сурском, измениться должен парк культуры и отдыха, который принимает все основные мероприятия. А значит, именно эта территория заслужила преобразование в первую очередь. Асфальт в прямом смысле слова рассыпается. Ходить взрослому человеку по дорожкам парка довольно сложно. Что уж говорить о детях, которые рискуют в процессе игры угодить в очередную выбоину. Качели, малые архитектурные формы, спортивные турники – всем своим видом показывают, что ресурс они уже отработали и нуждаются в замене. Преобразования в парке будут проходить в несколько этапов. К первому из них приступят в этом году. Три миллиона рублей уже выделено. И на следующий год сейчас готовится смета, чтобы доделать проект, и порядка 7-10 миллионов рублей будет выделено дополнительно. Ни в чем не уступать общественным пространствам города. Основной посыл, которого необходимо придерживаться, реконструируя и обновляя парки и скверы в муниципальных образованиях. Если детская площадка, так обязательно резиновое покрытие. Освещение, плитка, архитектурные формы – все должно быть не хуже, чем в городах. В последнее время много вкладывается в благоустройство парка. Я хожу каждый день практически по этим дорожкам. Музыка нужна, более благоустроенные дорожки нужны. Может быть, что еще может быть? Спортивные какие-то сооружения нужны. Нужны для Сурского района. Проект обновления парка можно смело называть народным. Ведь практически каждый житель Сурского внес свою лепту в процесс преобразования парка культуры и отдыха. Было обсуждение, обсуждали очень бурно, неоднократно. То есть это не один раз сидели за столом, разговаривали. То есть прислушались ко всем мнениям. Ну и, наверное, все-таки отразилось это на проекции. Также в Сурском будут отремонтированы старые и построены новые тротуары и дороги. На следующий год здесь приступят к строительству спортивного комплекса с искусственным льдом, который должен быть закончен в течение двух ближайших лет. Параллельно с этим появятся спортивные площадки для всех видов спорта. На следующий год, на этот год и на следующий год мы выделяем вам 50 миллионов рублей для благоустройства рабочего поселка Сурское. Из этих денег мы построим новый парк. Они будут выделены на прокладку и устройство здесь велосипедных специальных дорожек. Для того, чтобы в самом рабочем поселке Сурское многие из вас могли заниматься этим замечательным видом досуга и отдыха. Кроме этого, в Сурском районе большую активность проявили местные ТОСы, которые в рамках проекта по формированию комфортной городской среды получат финансовую поддержку из областного бюджета. Семь ТОСов Сурского района получили финансирование. В зависимости от количества, которые были зарегистрированы в ТОСах, это от 200 тысяч до миллиона. То есть в общей сложности 4 миллиона рублей. Нужно сказать, что в большинстве ТОСов люди выбрали благоустраивать небольшие парки в их поселках. И в этом году уже начались работы. И если по благоустройству на территории ТОСов работы будут завершены в первой половине сентября, то основной объем преобразований в парке культуры и отдыха намечен на 2019-й. В году текущем на парковых дорожках появится новая брусчатка. Стерта ли граница между городом и деревней? Пока проект формирования комфортной среды преображает внешний вид муниципальных образований, в Ульяновске на завершающий этап вышло благоустройство парка «Дружба народов». Работы на верхней части подрядчиками проведены. И даже недочеты исправлены. Что касается нижней части, то здесь больше нареканий, нежели каких-либо подвижек в лучшую сторону. В программу создания комфортной городской среды этот участок не попал. Но в асфальт, освещение и малых архитектурных форм здесь не предусмотрено. Недавно одна из региональных организаций взялась за обустройство дикой местности по собственной инициативе. И результат вызвал нешуточные споры. Наболевший вопрос в самом центре города. Огромный парк без хозяйской руки. Десятилетия предоставленные буквально самому себе и горожанам, которые каждый по-своему проводит здесь время. Итог. Все, что в советские годы было культурным наследием и одной из главных достопримечательностей родины вождя, затеряно в зарослях, забыто. Граница благоустройства видна невооруженным глазом. Мартовское голосование обеспечило ремонт верхней части парка. Лет 15 назад наведением порядка занялось региональное отделение Союза армян России. Проводили субботники, привлекали общественников и горожан и все пытались добиться поддержки канувшей в лету идеи многонационального парка. Долгоиграющего эффекта эпизодические субботники не имели. Стало понятно, что необходимо браться за решение вопроса комплексно. Мы предварительно договорились, что у нас есть уже давно муниципиален, перспектива есть. Парк дружбы народа, она интернациональный парк. Почему мы не вошли в парк семьи или других парков по Владимирам? Это именно национальное направление. Правильно поймите? В организации разработали свой дизайн-проект и получили грантовую поддержку на его реализацию. Так на национальной аллее появились лавочки и вазоны, урны и другие элементы. И вспышки недовольства в соцсетях. Блогеры и ульяновские архитекторы возмутились дизайном. Началось с того, что это очень низкое качество самих элементов. Эти бетонные лавочки отлиты так, что они выгнуты вверх. Использованы элементы классических ордеров, коринфского, ионического. Они все сделаны с искажением. По мнению архитектора, тот вид объектов, который предусмотрен проектом, подходит для дачного участка, а не для городского парка. Публичного обсуждения внешнего вида общественного пространства не было. В капле воды отразилась вся наша жизнь в этом инциденте. Потому что сейчас достаточно... То есть мы вернулись к каким-то самым уродливым формам, которые процветали в Советском Союзе при плановом хозяйстве. То есть теперь в Москве раздают деньги, чтобы мы здесь что-то там благоустроили. С другой стороны, пока за парк не взялись представители армянской автономии, никаких других задумок не воплощалось. Они были. За все время, сколько ведутся разговоры о возрождении парка, ульяновские архитекторы предложили немало вариантов. Но их притворение в жизни упиралось в финансовый барьер. Союз Армян России средства изыскал, собственными силами проект реализовал, а в итоге вместо благодарности – критика и насмешки. Здесь не капитальное строительство, речь не идет, абсолютно ничего. Что вы видите, сейчас ставили это от Союза Армян России, устанавливали, чтобы было людям немножко, так скажем, комфортно. Основная цель проекта – это привлечь внимание общественности к парку «Дружба народов», который находится на территории города Ульяновска и на протяжении многих лет является запущенным парком, не имеет системы управления. Пожалуй, именно этот момент во главе угла. Дизайн архитектурных форм – вопрос вкуса, их наличие – сторона финансовая, то, что они вообще здесь появились – инициатива неравнодушных жителей региона. Но то, что появились они здесь благодаря общественникам, а не городу, в чьем ведении находится парк, что у парка нет концепции, что в нем процветает вандализм – проблема муниципального уровня. К сожалению, по территории парка очень большая. Порядка 40 гектаров, и уже заявлено на аппаратном совещании руководства региона, рассматривается вопрос о создании отдельного учреждения, кто бы этим занимался. Поэтому, действительно, это достаточно большая, серьезная работа, на которой нужно заниматься с профессиональной постоянной основой и, конечно, требует дополнительного, очень серьезного финансирования. Хочется, чтобы после этого случая город принял это как вызов, что парку нужна дирекция, он должен начать развиваться. Это же реально стало самое обсуждаемое общественное пространство в городе за последние два года. Мы очень рады, что в том числе нам удалось обратить всеобщее внимание на эту волшебную территорию. Изначально так и было задумано – каждый народ обустраивает свою парковую зону. Армянская организация сил не жалеет, поддерживает порядок и на территориях других бывших союзных республик. Но правленческие права не претендуют, любой помощи будут только рады. Делают по собственному признанию с душой. Критики хватает, а вот инициативных граждан, готовых взяться за обустройство парка, к сожалению, пока не так много. Вера Мещерякова, Иван Демидов, Станислав Морозов. Репортер 73. К хронике происшествий. 200 тысяч рублей. Такой суммы в конце июля лишились две ульяновские бабушки. В Заволжском районе злоумышленница, представившись сотрудником газовой службы, под предлогом проверки оборудования проникла в квартиру 84-летней старушки и похитила у нее 120 тысяч рублей. Аналогичный случай зафиксирован и в железнодорожном районе, где у пенсионерки пропали 82 тысячи рублей. Установлены приметы подозреваемой. Женщина на вид 40 лет среднего телосложения. Была одета в светлое платье. Все подразделения ульяновской полиции ориентированы на розыск злоумышленницы. Тем временем в Ульяновске полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денежных знаков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области при поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих жителей областного центра, подозреваемых в распространении фальшивых денежных банкнот. По предварительным данным, один из задержанных, 27-летний житель Засвияшка района города Ульяновска, сбыл фальшивую банкноту номиналом в 5000 рублей за ведение общественного питания на территории областного центра. По данному факту, следственными органами регионального УМВД возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй задержанный, тоже молодой ульяновец, подозревается в двух фактах сбыта фальшивок в марте 2018-го в городе Новочебоксарск, Республике Чуваша. По собранным материалам, следственным подразделениям органов внутренних дел, также возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Далее, коротко о других событиях из жизни региона. Вылеты из Ульяновского аэропорта в Боротаевке начнутся уже в этом месяце. Такую информацию озвучил директор регионального департамента транспорта Юрий Чибисов на совещании по подведению итогов работы транспортного комплекса области за первое полугодие. По озвученной информации, до 5 августа модернизированный аэропорт проходит главкомэкспертизу. Также институт заказал публичный технологический аудит проектной документации по реконструкции аэропорта. В настоящий момент из областной столицы осуществляются вылеты по четырем направлениям – Москва, Санкт-Петербург, Анталья и Симферополь. В регионе стартовала кампания по приемке образовательных учреждений перед новым учебным годом. В состав межведомственных комиссий входят представители городской и районной администрации, депутаты законодательного собрания, городского управления образования, сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области. Запланирован осмотр 409 школ и 282 детских садов. Более 200 миллионов рублей направлено муниципалитетами на проведение текущего ремонта. Мероприятие по антитеррористической и противопожарной безопасности. Из областного бюджета на организацию крупных ремонтных работ выделено более 4 миллионов рублей. Новую инженерную школу сформируют на базе Ульяновского государственного технического университета. В технологическом центре промышленного интернета установлен первый многоцелевой станок, предназначенный для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для машиностроения. К началу нового учебного года в центре появится специальный класс – координатно-измерительные машины, три обрабатывающих станка и другое оборудование. В УЗИ уже работает технологическая лаборатория машиностроения, оснащенная пятью единицами нового металлорежущего оборудования, научно-исследовательской аппаратурой. На радиотехническом факультете совместно с наноцентром функционирует новая базовая кафедра технологии интернета вещей. Битва за урожай. В 2017-м рекорд состоялся. Ждать ли новых побед в году текущем? Подведены еженедельные итоги уборочной кампании. Аграрии уже собрали свыше полумиллиона тонн зерна. При этом, по данным Министерства сельского лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, убрана лишь одна треть урожая. Для справки, потребность региона в зерне не превышает 650 тысяч тонн. Главное, чтобы излишки были востребованы аграрным рынком и принесли выгоду всей области. В Цельнинском районе растеневодством занимаются 18 крупных сельхозпредприятий и 177 крестьянско-фермерских хозяйств. Агрофирма «Большой Нагаткино» работает уже 14-й сезон. В прошлом году урожайность была 506 центнеров с гектаром. Таких цифр здесь не было давно. В основном урожай у нас очень хороший. В этом году у нас средняя урожайность 55 где-то идет. Сейчас работаем на убираемую зимую пшеницу. Скипетр. 1120 гектар у нас было. Потом у нас идет дальше. Мы начнем убирать ячмень. Это пивоваренный, который мы отправляем. Саранск, Сананбек. Мы работаем в контракт уже лет 6-7 с ними. Цельнинский район является лидером по выращиванию сахарной свеклы. В прошлом году агрофирма отвела под нее 240 гектаров. В этом 360. С каждым годом посевные площади только увеличиваются, чтобы обеспечить сырьем местный сахарный завод. Битва за урожай продолжается по всем видам возделываемых культур. В прошлом году и урожайность побольше была. Дожди были. А в этом году засуха. Дождей нет, мало было дождей. Ну, урожай хорошо, хороший. Нас беспокоила, конечно, безусловно, в первую очередь эта засуха, которая сложилась в этом году. Она не только в нашем регионе, она в целом в Российской Федерации отмечается. Но, тем не менее, качество урожая, здесь хотелось бы отметить, что у нас достаточно неплохое, учитывая то, что, вы знаете, у нас наука достаточно большое участие принимает с участием сельхознаропроизводителей. Помимо уборки зерновых и зернобобовых культур, аграрии приступили к уборке ранних овощей и заготовке кормов. В Ульяновске пройдет неделя немецкого кино под открытым небом. С 17 по 23 августа в летнем дворе креативного пространства «Квартал» будут транслироваться фильмы на немецком языке с русскими субтитрами. Картины предоставлены Культурным институтом имени Гетты в Москве. А накануне в Ульяновске стартовал международный фестиваль «Кино без барьеров». 16 короткометражных фильмов о людях с особыми потребностями будут демонстрироваться в кинозалах «Люмьер» и киноконцертном комплексе «Современник». Очень немноголюдно, но очень торжественно открылся в Ульяновске международный фестиваль «Кино без барьеров», который проводит столичная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива». В нашем регионе оператором этого фестиваля вступает Ульяновский кинофонд, чей кинотеатр «Люмьер» полностью отвечает требованиям безбарьерной среды. Мы преследовали единственную цель, потому что в стране даже не было ни одного специализированного кинозала, который адаптирован ко всем людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы специально делали и высоту экрана. У нас Токарчук приезжал сюда и с коляской все опробовал, все проезды, все выезды, туалет, высота. То есть вот настолько мы практически от этого ничего не выиграли, но мы получили ваши добрые отношения и очень этим счастливы. В «Люмьере» и киноконцертном комплексе «Современник» пройдут показы 16 короткометражных фильмов о людях с особыми потребностями, а также мультипликационные и игровые киноленты, причем вход на кинопоказы фестиваля свободный. Наши инвалиды очень рады ходить сюда, здесь очень гостеприимно. И, во-первых, что эти фильмы им придают мужество, силу воли и силу духа, потому что эти фильмы именно о нас, об инвалидах. И что еще очень хорошо, когда просмотрят люди, не только наши инвалиды, а здоровые люди, они, наверное, будут добрее и вообще толерантность будет, еще будет толерантность в обществе к нашим инвалидам, к нашим людям с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель Международного фестиваля «Кино без барьеров» – привлечь при помощи одного из самых популярных и любимых жанров искусства кино – внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и показать различные стороны их жизни. За 16 лет на этом кинофестивале было продемонстрировано более 800 фильмов из 55 стран мира. Алексей Матюнин, Иван Демидов, репортер 73. Мы рассказывали о том, что два месяца назад в Барышевском районе в лесу около села Жадовка были замечены военные в камуфляже и гражданские с огнестрельным оружием. К воспитанникам спортклуба «Пересвет» при местном монастыре приехали ребята из спортклуба «Добрыня» соседней Кузнецкой епархии. Тогда это было открытие летнего сезона игр в страйкбол. В этом году к ним присоединились бойцы 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Ульяновске. Представители спортклубов в одном из населенных пунктов Барышевского района отработали тактику штурма зданий. Поселок имени Ленина гордился своей румянцевской текстильной фабрикой. Созданная в начале прошлого века, она не пережила современных реформ. А вот здания постройки царских времен еще простоят. И на днях они стали своеобразным полигоном для игры, или, как ее называют сами участники, войны. В ней приняли участие, помимо членов епархиальных клубов, профессионалы-спецназовцы из Ульяновска и Москвы, прошедшие горячие точки. Все участники разделились на две группы. Одни держали оборону фабрики, вторые их штурмовали. Сегодня уже мы занимали здание, отработали вместе с профессионалами, как подходить, отходить, занимать этажи, захват здания. Так что сегодня была очень хорошая программа, нам очень понравилось. Присутствие профессионалов добавляло драйва. Однако и про безопасность никто не забывал. Аварийные участки оградили красной лентой. Экипировка бойцов по максимуму. Защитные очки – обязательный атрибут. А главное – игра на честность. Если в тебя попали, то ты выбываешь с поля боя на пять минут. Что, там какие-то еще? Вообще, я бил. Ну и зеленки. Как так? Да все, я убит, что стреляете? Это далеко не первая встреча епархиальных клубов на полях сражений. Цель – не только создание сборной команды для выступлений на общероссийском уровне, но и сплочение ребят. А главное, что такие встречи всячески поддерживаются руководствами епархии. Владыка Барышский-Филарет, как и епископ Кузнецкий-Нестор, уделяют большое внимание воспитанию молодежи. Как говорится, молодежь – наше будущее, для нас это не просто слова, и это очень отрадно. У нас результаты говорят сами за себя, потому что у нас уже много лет существует и спортивный клуб, и большое внимание уделяется именно работе с молодежью. Ну, сотрудничество уже между нашими епархиями какое-то уже стало родное. Мы на всякие мероприятия заранее уже договариваемся, созваниваемся, берем благословление у наших владык и непосредственно у настоятелей всего. Без благословления мы не делаем ничего. Игра завершилась победой штурмовавших, а в перспективе ответный визит барышцев к Кузнецкую епархию. Но главное, что межепархиальная команда по страйкболу уже практически сформирована и готова дать бой любому сопернику. Репертер 73 продолжает конкурс «Мое удачное лето». Подводим итоги третьей недели, и первый победитель этой недели у нас в студии. Знакомьтесь, это Валерия. Валерия, добрый день. Добрый день. Подержите, пожалуйста, наш хэштег. Вот такой хэштег. Нужно всем добавлять к своим фотографиям, кто хочет участвовать в нашем конкурсе, и тогда вы получите призы. Фотография. У меня девушка, я в гамаке на даче. Я люблю отдыхать, но не работать на даче. На самом деле, когда мы увидели гамак, мы сразу поняли, что вам предстоит получать сертификат в батутный центр «Вверх». Тренировка на гамаке, там можно чуть попрыгать. И, в общем-то, после этого отправиться в батутный центр. На 10 человек можете всей компанией отдохнуть. Здорово. Второй победитель третьей недели нашего фотоконкурса «Мое удачное лето» в нашей студии. Знакомьтесь, Руслан Кверикадзе. Тут предыстория такая. Приобрел арбуз, разрезали его, ну и собака Боня, моя тут верная подруга, так сказать, бегает. Я думаю, давай-ка тебя в шлем оденем. Это точно заявка на сертификат от карт-хола. Потому что собака уже готова к заезду, я думаю, Руслан машину водит. Спасибо. И его семья должна тоже попробовать посоревноваться, кто же лучше всех. Третий победитель третьей недели конкурса «Мое удачное лето» от телеканала «Репортер и партнеров» сегодня в нашей студии. Знакомьтесь, это Ирина Казакова. На фото мой сын Илья. Он сделал улыбку из огурцов. И один огурец китайский. Он держит в руке. Потрясающая фотография. И мы подумали, что раз в огурце воды даже больше, чем в человеке, то огуречную улыбку такую водную мы обменяем вам на сертификат в аквапарку «Лед». Для того, чтобы воды вокруг вас было больше, чем в вас. Яркое лето, удачное фото и подарки. «Репортер 73» объявляет фото-конкурс. Ваша дача не обойдется без наших подарков. Умеете выращивать арбузы и картофель? Любите аромат цветущих роз и лиан? Вы – мастер по шашлыкам или Нептун дачного бассейна? Снимайте фото на тему «Мое удачное лето». Размещайте в соцсетях с хэштегом «Репортер 73». Призы каждую неделю. Генеральные партнеры – питомник дизайн флора и магазины светофор. Территория низких цен. Готовят солидные подарки, уникальные растения и большой телевизор. Главный дачный приз от генерального партнера супермаркета «Сарай» – садовые качели. Информация об организаторе и условиях акции на сайте «Репортер73.тв». Для лиц старше 12 лет. Акция действует до 8 сентября 2018 года. Лето, отпуск и веселье. Вся семья здесь отдохнет. Каждый день, как в воскресенье. Если едем мы в УЛЁ! ВУЛЁ! Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи. Соответствие всем техническим характеристикам. Отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. Компания «Стройинвест» приглашает на работу в город Тюмень. График вахтовый. Телефоны в Екатеринбурге. 8-900-82-713-98-95. 8-900-82-714-35-95. И в завершении телефон рекламного отдела. 30-41-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30-41-73. И вы в эфире «Репортера-73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Реальность сама складывает картину дня. Реальность сама складывает картину дня.